Продолжение следует... Ну как бы вообще это видео не планировалось. Просто когда-то я неосторожность имел такую сказать, что Феникс спокойно выдержит не только наезд моего автомобиля, но и спокойно переживет переезд через него фуры. Тут же за эти слова были зацепки и начато такое обсуждение в комментах. Русик 100% раздавит, фура фонарь. Без проблем абсолютно. То у меня есть знакомый дальнобойщик. Я в этот же день его набрал. Говорю, Андрюха, будешь проезжать мимо Южноукраинска? Говорю, позвони где-то за часик, я выйду. Найду какую-то площадку, встретимся и на твоей фуре покатаемся по фонарям. Ну чтобы было понятно, да, там товарищи кричали, Русик зачем расстрелял фонарь и все такое, то как бы, ну я делаю это не со скуки, не для того, что как-то вот, я не знаю, развеется, да. Я делаю это для того, потому что я поясню. Ну, я увидел на видео, как ребята с Агира стреливают фонарь и с ним вообще ничего. То есть, ну, во-первых, я был уверен в том, что с фонарем ничего не случится. А во-вторых, ну как бы, я думал, что если что-то случится, то, ну, таких последствий страшных я не ожидал. Я ожидал какие-то вмятинки, но 100% был уверен в том, что фонарь работает. Также эту процедуру мы сейчас будем проводить только потому, что я 100% уверен в фонарях фирмы Феникс, но, но. Сейчас я хочу еще вот убедиться в том же, или опровергнуть тоже, потому что в том же опять видео, можете набрать на YouTube, попытка убить фонарь и будет первое видео. В том же видео спокойно на каком-то, я не знаю, то ли Прадик, то ли что, ну, внедорожник, на каком-то внедорожнике спокойно ребята катались вот по фонарям Армитек, в частности, по Бредатору. То мы сейчас проверим это вот на моем автомобиле, это не какой-то супер тяжеловес. Ну, а потом подождем фуру, она сейчас на подъезде к нами, минут через 20-30 фура будет. То мы сейчас проедемся на моем автомобиле по фонарям, и потом также проедемся на фуре по этим же фонарям и посмотрим результат. В принципе, пока все сейчас разворачивается, и вот прямо на этой площадочке мы проедемся по фонарикам. Включил? Точно выключил? Горит красный? Да. Да? Ну тогда ладно. Ну что, примерно вот так вот будут развиваться события. Фонарик рабочий, я просто подложил, чтобы его сильно не покоцало асфальтом, потому как неохота. Ставим фонарик, и вот по нему я проеду с передним своим колесом. Как бы задница у меня у машины легче, то есть двигатель, весь вес, водитель, все находится впереди. Камера стоит здесь, GoPro. Регистратор будет снимать, это еще и сбоку. Поэтому посмотрим, что получится. Включаем запись. Я даже пристегнусь, чтобы потом не было на меня там заезда. Так, включи от автомобиля. Поехали. Горит, Саша, фонарик? Да. Давай еще и садим. Включаем запись. Поехали. Горит, Саша, фонарик? Да. Давай, поедем. Ну, что я могу сказать. С фонариком абсолютно ничего не случилось. И вот наша фура сейчас подъезжает. Сейчас мы по нему проедемся. Ну, смысла по фениксу кататься я не вижу абсолютно. Но хотя давайте проедемся по фениксу. Включаем фонарик. И проедем так же по фениксу. Хотя, наверное, я все-таки хотел бы снять гриппу. Багажник открыт. Что, Саша? Багажник, ляда открыт. А багажник? Открытый. А еще? Шо? Да, 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 да. Стой, 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 стой. Я камеру не задавил? Нет, камеру-то не задавил, Рус. Да. А ну, стой. Наедешь на камеру? Да ладно, ладно, я не буду. В общем, с фениксом, я так понимаю, тоже ничего не случилось. Даже гриппупор не пострадал, пластиковый, да? А, он, ребята, не пластиковый. Гриппупор-то у нас алюминиевый. Да, Андрюха? Поднимайся на горочку до конца и сразу будет правый поворот. Хорошо, вам есть 300. А прицепом, да, помогали. Магер, прицеп. Все. Шо? Есть. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА